Доброе утро, дорогие друзья. Итак, четверг, недельная глава. Ноах. Вы знаете, вот многие задают этот вопрос, почему каждый год возвращаемся к одному и тому же сюжету? Каждый раз мы учим, начиная Адам, Абрам, Ицхак, Яков, Адам, Ноах и так далее. Почему? Почему возвращаемся ко всем персонажам Торы и внимательно изучаем их? Вы знаете, наши мудрецы сказали, что в первую очередь потому, что Торы это учебник. Учебник жизни. Она рассказывает нам на примере совершенно таких генотипов, выдающихся людей, как избежать ошибок. На них примерах. Тора не прячет ошибки людей, она показывает, с чего они родились и как из них выходить. Многие страдания, часто скрытые от глаз, начинаются с ошибки. При желании весь этот процесс можно проследить, обратившись к основам, к Адаму и так далее. В данном случае мы читаем про Ноха, читаем про неудавшиеся поколения потопа. И о чем мы думаем, что мы смотрим? Мы смотрим то, что Творец создал мир и поселил нас в нем. Чтобы мы совершенствовали творение, улучшали его. В этом и состоит наша задача. Он нам сказал, я свое дело сделал и передаю его вам. Вот давайте, теперь дело за вами. Ну и, так сказать, мы начали работать. Первый раз все пришлось смыть вообще, вот как во время потопа, потому что накуролесили. Ну и сейчас так, не сильно лучше. Но мы оптимисты. Но надо быть не только оптимистами, но и реалистами, которые честно отвечают себе на все вопросы. Многие из нас охотно признают, что человек сам несет ответственность за собственную глупость. Если человек, ну, не умеющий плавать, бросается там в омут и тонет, люди, как правило, готовы подтвердить, что он сам виноват в своей гибели. У нас, в общем-то, мало сочувствия к абсолютной глупости. Но при этом, почему-то не хотим признаться в том, что негативные поступки в области духовности, а моральные поступки в области, в этой области, всегда тоже являются прямым следствием страдания. То есть в омут, человек просился, нам понятно, он погиб. Она творила в области духовной, которая выше, чем физической. Тут мы как-то еще не понимаем. Это та же история, что рассказывал вчера. Верят в рай, не верят в ад. Это вот так человек, человек может вообще подумать себе, придумать и жить в каком-то иллюзорном мире, который не существует, потом схватиться за голос. В основном, людям свойственно, оборачиваясь назад и выглядывая свое прошлое, они, кто лишь сожалеет о пустых и потраченных годах, делают неутешительные для себя выводы, мол, слишком поздно, что-то кардинально менять. То, что мечталось раньше, было недостижимо, утрачиваются какие-то идеалы, желание уговорить себя, побеждает внутреннее. И вот человек оставляет все как есть, и это страшный барьер к нашему духовному развитию, к нашему возвращению. На этом пути, на пути этого возвращения можно все что угодно, за пять секунд, так не бывает. Есть правила для всего человечества и для отдельных людей. Судьба, мозаль, то, что называется, не предопределена раз навсегда. Человек способен изменить ее при помощи, написано трех вещей, благотворительности, молитвы и духовных достижений. Пока есть миссия, значит, в земле человек живет, и это повторяю в сотый раз, пока есть миссия у народа, у страны они живут. Наша история, вот на примере многих, на многих примерах, и в частности вот по потопу, да, это в основном грустный отчет о том, что мы не сумели выполнить высокую миссию. А катастрофы, которые постигают мир из наказания, это то, что миссия не выполнена. Однако миссия осталась, еще можно и нужно выполнять ее. Только поэтому мы живем, вот это мучает нас, что вера, и для этого вера и нужна. Она якорь в этом океане жизни. Отказаться от якоря можно, но сколько, короткий промежуток времени, все убедятся в том, что есть огромная проблема. Вы знаете, вот что-то такое, что в человеке живет всегда, независимо от чего, это вот этот кусочек божественности, который нас все-таки заставляет иногда открыть глаза. Для того, чтобы закончить вот этот отчет этой недели по потопу, мы должны подвести следующий итог. Все, что не делает, творец всегда занимается нашим спасением. Если что-то происходит, что мы не в состоянии понять, нам следует верить, что иного пути спасения у человечества нет. Когда землю заливало потопом, никто практически не думал о том, что это спасение, все думали, что это уничтожение. Сейчас, когда в мире вот разные волны там от коронавируса до чего угодно, нам надо только опять же верить в то, что иного пути спасения у человечества нет. А значит нам надо делать выводы из всего происходящего. Ну и как мы много раз говорили, сейчас я сформулирую правильно, потоп это не только отрицательная реальность. Вот Альтер Эбе в книге по Торе говорил, что именно посредством потопа можно достичь более высокого духовного уровня. Ведь сказано в Торе как? В Торе воды подняли ковчег и он поднялся над землей. То есть с помощью потопа, с помощью испытания человек поднимается. А потом сказано, кстати, выйди из ковчега. Поэтому нельзя оставаться в рамках материального мира. Надо выходить за его рамки. И тогда тебя обязательно поднимет над вот этим потопом. Вы знаете, вот так хочется это все объяснить, не всегда получается. Еще раз скажу полуслова. Испытание это не всегда плохо. Это может быть неприятно, но это не всегда плохо. Брахав и отслыхав. Продолжение следует...